Чтобы точно нанести граффити, Сергей рисовал эскиз, проецируя изображение вот на эту стену. Площадь бетонного холста 260 квадратных метров. Такое уличное искусство для Сочи не диковинка, но эта работа будет самой масштабной. Рисует местный художник в плакатном стиле. В центре композиции – солдаты и орден Великой Отечественной войны, который Сочи получил как город-госпиталь. Совсем скоро изображение будет украшено георгиевской лентой. Тут будут и надписи советских солдат в оригинальном исполнении, которые были оставлены на стенах Рейхстага. Также будут сюжеты, уже всем известные работы. Мы просто интегрировали их в эту стену. Все увидите. Это ответственная работа у меня, прежде всего, перед ветеранами. Я считаю, что наш народ никогда не должен забывать, потому что самую большую жертву принесли советские люди. Русский народ и все народы, которые входили в состав Советского Союза. Чтобы помнили, именно с этой целью руководство города приняло решение создать в Сочи новое граффити. Молодежь – это в большей степени свои визуалы, и они воспринимают, конечно, то, что видят. И сегодняшнее граффити, которое будет, как я полагаю, самым большим в городе Сочи, это площадь 260 квадратных метров, оно говорит нам о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. И как бы постоянно будет об этом напоминать, потому что главный посыл вот этого произведения – через года, через века помните. Место выбрано не случайно. Именно в этой части Южного Мола 8 мая финиширует традиционная молодежная акция «Свеча памяти». Граффити-открытку, как еще одно напоминание о великом подвиге, увидят сотни горожан и гостей города. Работу художник обещает завершить именно 8 мая. К слову, Сергей Бодолян – автор десятка граффити в Сочи, в том числе футбольного стрит-арта на центральном стадионе имени Славы Митривелли. Лев Яшин на пятиэтажке, что на улице Новогинской, тоже делал рук сочинского художника. Сергей рисует специальными фасадными красками, которые держатся на стенах десятки лет. Важно, считает художник, демонстрировать молодежи, что граффити и вандализм – не одно и то же, а хороший стрит-арт – вообще искусство. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ВКТ.